В церемонии, состоявшейся в Никольском соборе Черкеска, приняли участие атаман Баталпашинского городского общества и бывалые казаки, которые пришли поздравить братьев по духу, вере и оружию. Александр Гордиенко вырос в казачьей семье и всегда знал, что никогда не отступит от традиций. Пришел в казачество, чтобы продолжать родовые традиции. Мои предки казаки несли службу в казачестве. Я тоже решил нести службу, продолжить традиции. Казачью присягу в этот день принесли 10 молодых казаков. Однако такой чести удостаиваются не все желающие. Ведь чтобы вступить в казачье общество, необходимо соответствовать определенным требованиям. Первое, чтобы род у него был казачий. Второе, чтобы он был православной верой. Проверяем, имеется ли у него крестье, крещённый он, не крещённый. И перед тем, как он принимает присягу, я с ним беседую, выясняю, с какой целью он вообще это делает, какие у него планы на будущее, кем он себя представляет в казачестве и так далее. Стоит отметить, что вступление в казачьи ряды открывает перед молодыми людьми, которые уверены в своем решении новые перспективы. У нас есть кадетские корпуса в Наземцево, в Краснодаре. С шестого класса мы посылаем туда учеников. Они проходят там обучение, оно военизировано. В дальнейшем они уже выбирают пойти по военной службе или на гражданке. Также у нас имеется класс казачьей направленности, где школьники с первого класса проходят обучение, именно историю казачества изучают. Кроме того, совсем скоро в Черкесске планируется открытие Центра казачьей культуры и истории, где будут организованы спортивные и творческие секции для детей. Помимо этого, здесь можно будет обучиться народным промыслам и узнать историю казачества.